Как, родившись в многодетной семье и отсидев в тюрьме, заработать миллиарды и стать богатейшим человеком России? И что нужно делать для того, чтобы тебя не трогала власть? В сегодняшнем видео мы расскажем об Алишере Усманове, человеке, который смог пройти такой путь. Мы не будем разбирать всю его биографию, только интересные факты из его жизни. Поставь свой важнейший лайк этому видео и смотри его до конца. Можешь еще и поделиться им с друзьями. Не буду долго об этом говорить, на моем канале вышло простое видео о комплексах. Они у всех нас есть и будет классно, если ты тоже его посмотришь. Может, увидишь в нем себя, что-то тебе поможет, а возможно, ты сможешь кому-то помочь. Идеальное видео, чтобы выпить чай и просто подумать. Так что переходи и смотри, ссылка на него в описании. Первое громкое упоминание Алишера в СМИ произошло в 1980 году. Тогда в августе Усманов и его друг Насымов были приговорены военным судом Туркмении к 8 годам лишения свободы. Их обвиняли по нескольким статьям за мошенничество, соучастие в получении взятки и, возможно, изнасилование. По слухам, жертвой этого изнасилования стала оперуполномоченная КГБ Узбекистана. Вследствие уголовного дела, отец будущего миллиардера был отстранен со своего поста прокурора Ташкента. По некоторым данным, Алишер отбывал наказание вместе с преступниками, осужденными его отцом. От расправы защитил его криминальный авторитет Вачиган Петросов. В 1986 году Усманова досрочно освободили за искреннее раскаяние и за примерное поведение. По словам самого Алишера, его дело было сфабриковано, а по некоторым данным, он стал жертвой политических репрессий и никакого изнасилования не было. Кстати, в это время Ирина Винер, на тот момент будущая жена миллиардера, получила от него в подарок платок, что означало предложение руки и сердца. Позже история с уголовным делом будет упоминаться еще не раз. Так, в 1998 году в журнале «Деловые люди» освещалось дело Усманова, но в одном из последующих выпусков часть информации опровергли. В 2004 году на сайте компромат.ру в одной публикации упоминалась насильственная причина осуждения миллиардера. Представители бизнесмена предложили владельцу сайта опубликовать присланное ими опровержение. В этом случае они обещали обойтись без судебного разбирательства. Компромат опубликовал этот документ. Вы помните, как вы заработали свой первый миллион? Долларов? Да. Превосходно, по-моему, конечно. Очень сладкое ощущение. Первые большие деньги будущего самого богатого человека России, а именно миллион долларов, Усманов начал зарабатывать в конце 80-х годов, продавая... Полиэтиленовых пакетов. Вообще история создания этого бизнеса смахивает на сюжет какого-то фильма. Однажды в Москве Алишер сломал ногу, из-за чего был вынужден все время проводить в палате. От скуки бизнесмен взял у соседа книгу под названием «Технология переработки полимеров». Посчитав, насколько выгодно такое дело, то на сырья стоило 437 рублей, из нее изготавливалось около 30 тысяч пакетов, каждый по рублю, Усманов организовал производство. По некоторым данным, бизнес приносил ему около 3 миллионов в месяц. В сети существует и иное мнение. В конце 80-х годов будущий миллиардер возглавлял фирму Ассоциация «Восьмой день», которая организовывала для богатых иностранцев охоту на редких животных Памира. Одним из клиентов Усманова был иностранный бизнесмен, связанный с западными спецслужбами. Информацию об интересном иностранцу Усманов передал зампреду КГБ Узбекистана, где их рассматривал сотрудник 6-го управления КГБ СССР Евгений Ананьев. Есть слухи, что Алишер предоставлял информацию и о других своих клиентах. Евгений Ананьев помог Усманову открыть дело по производству пакетов на базе Раменского завода Пластмасс. Вскоре цех стал предметом внимания местной милиции. И история эта закончилась бы печально, если бы не Ананьев, который представил Усманова весьма ценным сотрудником спецслужб. Более интересны связи Алишера, которого иногда упоминают по кличке Узбек, с авторитетами криминального бизнеса. Так рассказывают про близкую дружбу с бизнесменом Сергеем Михайловым, более известного как лидера солнцевской группировки по кличке Михась. Говорят, что именно он в 1995 году помог Усманову занять пост первого заместителя председателя правления МАПО-банка. По слухам, он хранил в нем деньги ОПГ. Банк являлся одним из уполномоченных банков управления делами президента. По слухам, одним из основных клиентов банка было Росвооружение, проводившее через банк многомиллионные сделки. Также упоминается связь Алишера с Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик, Алимжаном Тахтахуновым по кличке Тайванчик, Виктором Аверином по кличке Авера, Хажахметом Нухаевым, которого знают как Хожа, а также с узбекскими авторитетами Гафуром Рахимовым по кличке Гафур и Салимом Абдувалиевым по прозвищу Салим, которые контролировали бизнес по производству запрещенных веществ. Это был абсолютно очень честный, чистый, белый бизнес. И я горжусь им. В 1995 году открывается компания Интерфин, вкладывающая средства в металлургические и нефтеперерабатывающие предприятия. В 1998 году Усманов начинает работать в Газпроме. С 1997 по 2000 год он сначала работал заместителем генерального директора ЗАО «Газпром Инвест Холдинг», занимающийся возвращением газовых активов. С 2000 года он назначен генеральным директором. Так, в 2002 году Алишер вернул около 5% ценных бумаг Газпрома. Особенностью данной сделки было то, что договорная цена акций составила 4,5 миллиарда рублей, хотя по разным оценкам их стоимость составляла около 25 миллиардов рублей. Также в ходе своей деятельности Усманов от лица Газпрома сначала купил акции своей компании, а позже продал себе предприятие «Оскольский металлургический комбинат» и «Лебединский горнообогатительный комбинат», который занимал первое место в России по производству железной руды. В 2017 году Алексей Навальный упомянул Усманова в расследовании о Дмитрии Медведеве под названием «Он вам не Димон». Вникать в подробности конфликта мы не будем, расскажем только главное. Алексей указал, что дом на Рублевке, построенный за 5 миллиардов рублей, это взятка от Элишера для вице-президента. Бизнесмен не остался в стороне и ответил в своем видеообращении на выпады российского оппозиционера. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Одним из главных аргументов Навального было то, что во время деятельности Усманова в «Газпроме», когда осуществлялась продажа акций самому себе по заниженной цене, председателем совета директоров «Газпрома» был Дмитрий Медведев. В подтверждении своих выводов Алексей привел слова Бориса Березовского. И это как раз создавалось в то время, когда Медведев был главой администрации, и господин Усманов лоббировал через Медведева создание этой компании. Помимо дачи, Усманов якобы подарил Медведеву остров Астраханской области размером 27 гектаров и стоимостью около 5 миллиардов рублей. По мнению Алексея, так Алишер выплачивает долг и покупает покровительство. И это взятка. Тьфу на тебя еще раз. Алишеру Усманову также присваивают покровительство самого Путина. Ирина Усманова Виннер, жена Алишера, с 2008 года занимает пост президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Одной из ее воспитанниц является Алина Кабаева. В прессе гимнастку называют неофициальной женой Путина. Также с 2009 года ходили слухи о их совместном ребенке. В интернете есть мнение, что семья Усмановых сподвигла Кабаеву стать избранницей президента. А в одном из интервью Ирина Усманова вообще высказала следующее. С Алиной Кабаевой у нас были такие отношения, что если бы я подошла к ней и сказала, чтобы она спрыгнула с 10 этажа, она бы это сделала. В 2012 году Алишер Усманов стал богатейшим бизнесменом, по мнению Форбс, в России. В 2021 году он занимает седьмое место. Его состояние оценивают в 18,5 миллиардов долларов. Также Усманов не раз входил в список самых богатых жителей Англии и Швейцарии. Конечно, имея такие средства, Алишер не отказывает себе в роскоши. Так в собственности у миллиардера находится. Самая вместительная в мире яхта Дилбард на момент ее создания. Длина яхты составляет 156 метров, а ее стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Лодка Усманова может двигаться со скоростью 22,5 узла, то есть 42 километра в час. Внешний вид яхты был разработан знаменитым бюро Испен-Ойно. На ней размещен самый крупный яхтенный бассейн 180 кубических метров. Самая мощная дизельная электростанция на 30 тысяч киловатт. На лодке две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и, конечно, джакузи. Одновременно на ней могут находиться до 40 гостей. Возможно, именно в ней Лешер Усманов вплевался в Навального через объектив. Усманов владеет еще одной лодкой длиной в 110 метров. Она обошлась бизнесмену в 200 миллионов евро. Ну, не так уж много. В 2017 году появилась информация о покупке Усмановым причала Spanish Quay. Его для нас 160 метров. Находится в элитном барселонском порту супер-яхт One Ocean Portwell. Старинный комплекс, ранее принадлежавший бывшему эмиру Катара, особняк площадью 45 соток. Он был куплен из-за близкого расположения старинного комплекса неподалеку от Хепстонского парка и стадиона лондонского Арсенала. А Лешер на тот момент являлся акционером Арсенала. В 2017 году его доля составляла более 30%. В 2018 году он продал свою долю за 550 миллионов фунтов. Теперь он поддерживает российский клуб с тем же названием «Футбольный клуб Арсенал». Только не лондонский, а тульский. Его партнеру Мошери принадлежит 77% акций другого английского клуба «Эвертон», который спонсирует и USM, и «Мегафон». В собственности бизнесмена также находится участок на Рублевке размером в 21 гектар. Площадь основного особняка составляет 4000 квадратных метров. В 2007 году Усманов купил коллекцию Ростроповича на сумму 72 миллиона долларов. В октябре того года Усманов передал коллекцию Константиновскому дворцу в Стрельне под Санкт-Петербургом. Кто-то называет это «подарком Путину». Алишер, конечно же, также владеет и впечатляющим автопарком. Так в его коллекции находятся. Роллс-Ройс Фантом стоимостью 20 миллионов рублей. Бентли Континенталь GT, цена которой 16 миллионов рублей. Ну и, конечно же, Бугатти Верон мощностью более 1000 лошадиных сил. Стоимость такого автомобиля оценивают в 110 миллионов рублей. В распоряжении бизнесмена также находится личный самолет Airbus 340-300 за 350 миллионов долларов. Всего таких самолетов не более 30 во всем мире. Усманов назвал самолет «Бурхан». В сети считают, что в честь отца. Регистрационный номер самолета M-IABU, что можно расшифровать как «I. Алишер Бурханович Усманов». То есть я, Алишер Бурханович Усманов. Алишер Усманов владеет акциями Мегафона, Mail.ru Group, Alibaba Group, Xiaomi и JD.com. А также киберспортивной организации Virtus.pro. 100% акции этой компании перешли в собственность Mail.ru Group. Под его контролем также находятся или находились телеканалы Disney Russia, 7TV, MuzTV, телеканал U. Лично Алишер Усманову также принадлежит издательский дом «Коммерсант». Скорее всего, многие его знают. Но, может быть, не все знают, что это принадлежит именно миллиардеру. Также смотри видео о комплексах и других наших надуманных проблемах на моем канале. Будет интересно узнать твою историю и твое мнение. На канал тоже обязательно подписывайся, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и на связи. Субтитры создавал DimaTorzok